МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью. Сегодня говорим с запорожской спортсменкой, чемпионкой мира по гиревому спорту, заслуженным мастером спорта Украины Любовью Черепахой. Черепаха Любовь Александровна, украинская спортсменка-гиревик, многократная чемпионка мира, Европы, Украины, заслуженный мастер спорта Украины, заслуженный мастер спорта Международной конфедерации мастеров гиревого спорта, судья международной категории, обладатель мировых рекордов. Родилась в 64-м году в Ростовской области, окончила кооперативное училище. Сейчас получает высшее образование сразу в трех вузах по направлениям спортивный менеджмент, социальная работа, преподавание и тренерская работа. Пришла в гиревой спорт в возрасте 37 лет. Сегодня Любовь Черепаха – восьмикратная чемпионка мира в рывке гири, чемпионка всемирных игр ветеранов и чемпионка США, трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Италии, Германии, Белоруссии, чемпионка Польши, Узбекистана, Франции, Греции и пятнадцатикратная чемпионка Украины. В 2014 году 50-летняя Любовь Черепаха стала первой запорожской спортсменкой, попавшей в книгу мировых рекордов Гиннеса. Здравствуйте, Любовь Александровна. Здравствуйте. Каким был для Вас 2014 год, так сказать, уходящий? Что удалось сделать? И до чего, скажем так, не дошли руки? То есть не хватило времени, может, каких-то усилий специальных? Ну, оценивать прошедший год в стране, в которой полыхает война, достаточно тяжело. И я не возьму на себя роль оценщика в политическом ломбарде. Что касается спорта вообще, гиревого спорта в частности, я бы хотела сказать, что это был год упущенных возможностей. Мы, как граждане Украины, как спортсмены Украины, стали наблюдателями того, свидетелями того, что какие скандалы произошли с нашим министерством, министром молодежи и спорта, товарищем Дмитрием Булатовым. И я считаю, что вряд ли в новейшей истории Украины мы найдем более одинозную личность на посту министра спорта. Что касается лично меня, то соревнований в этом году было меньше, чем в прошлом году. Но зато предложений было больше. Почему меньше? Это по понятным экономическим причинам. Тем не менее, мною завоевано 18 медалей золотых и одна серебряная. Установлен рекорд Гиннеса. Я стала обладателем Кубка Украины. Мое имя внесли в мировую книгу рекордов Гиннеса. А также меня приняли в элитный клуб рекордсменов Гиннеса. К тому же я стала еще и чемпионкой Франции, и чемпионкой США. Что касается общественной работы, то я внесла свою лепту в восстановление военного госпиталя. Своим присутствием я привлекла туда средства массовой информации, я привлекла людей. Кстати, в Запорожье впервые в Украине была проведена региональная премия для спортивных журналистов. Но пока она в этом году была только для печатных СМИ, только для газетчиков. И я надеюсь, если будет на то воля запорожского вектора общественной организации, то на следующий год в этой премии примут участие и телевизионщики, и интернет-ресурсы. Что бы я еще хотела отметить? Я была частым гостем в детских домах. Я общалась с детьми, которым нужно внимание не только тех, кто с ними там пребывает, но и обычных граждан. Кроме того, я оказала помощь Запорожскому управлению по спорту. В проведении соревнований по гиревому спорту среди вузов первой-второй аккредитации мы провели кубок. Я надеюсь, что он продолжит свое существование. И назвали мы его кубок «Альма-Матер-Коллегиум». Ну а что не сделала в этом году? Это не провела, конечно, свой третий кубок своего имени. К сожалению, все мы понимаем, по каким причинам, что обстановка в стране. Ну и также не смогла провести презентацию областного суперкубка «Любови Черепахи», в котором участвовали все школы наших районов. Но зато есть перспективы на 2015-й, скажем так. Все-таки, возвращаясь к вопросу женщин в спорте, хотелось бы у вас узнать. Ну, знаем все прекрасно, что женщины – это вообще-таки создания очень сильные, которые справятся наверняка с любой нагрузкой, но нам-то с вами не знать. Но тем не менее, для вас лично, как женщины, спортсменки, что самое сложное в гиревом спорте? Самое сложное в гиревом спорте, и не только, наверное, в гиревом спорте, и не только среди спортсменов, но и среди людей – это превзойти самого себя. Это очень тяжело. И когда ты выступаешь на помосте, и сходят с помоста одна за другой твои соперницы, и раньше регламентированного времени, и вот трудно тогда устоять. Ты знаешь, что ты чемпион, и все-таки ради каких-то целей ты должен стоять. А какие цели мы выдвигаем? Вот если я, например, сложный мастер спорта, мне стыдно будет показать результат кандидата в мастера спорта, поэтому мне нужно хотя бы показать норматив мастера спорта. Поэтому самое сложное – это побороть самое себя. Любовь Александровна, ну а вот вы сказали уже, что были в детских домах, общались с детками, которым не хватает такого внимания. Как ощущали себя? Вот настоящей спортсменкой или какие-то новые эмоции получили от этого? Конечно, новые эмоции получаешь, потому что, когда приходишь к таким детям, а к этим детям всегда приходило не с пустыми руками. Я старалась этим детям привести те принадлежности, которые будут им нужны. Мячи, обручи, скакалки, дартс. И когда ребята видели вот такие вот подарки, сколько было сияющих глаз, улыбок, восторгов, которые кричали. И знаете, как кричат сейчас? Они «Вау! Ура!» Вот так вот было. Вы для них были спортсменкой в этот момент или каким-то более близким человеком? Как считаете? Наверное, когда выходила, когда мне объявляли, вот они видели во мне спортсменку. Ну, пообщавшись, понимали, что… Да, пообщавшись, вот они чувствуют, они ощущают, что это люди к ним приходят со своим теплом. Они дарят им и отдают свою и радость, и заботу, и тепло. И даже на лицах этих детей можно увидеть, ну, яркие глаза. Во время соревнований какие вот впечатления самые, возможно, яркие? Что для вас самое важное, скажем, в заключении церемонии? Или наоборот, сам процесс соревнований? Что вызывает у вас особый трепет? Особый трепет, конечно, вызывает это награждение спортсменов. Это когда уже ты выступил, и вот сейчас ты будешь подниматься на высшую ступеньку пьедестала, и в твою честь будет звучать гимн страны, будет подниматься флаг страны. Но вы знаете, не везде всегда так получается. К примеру, 2013 год возьмем, когда я выиграла чемпионат Украины в толчке длинным циклом. Это было в Тернополе. Я попросила у строителей соревнований, чтобы подняли флаг Запорожской области. Они отказали мне, мы не будем поднимать. Но все-таки благодаря своим поклонникам, молодым поклонникам, гиревикам из Тернополя, флаг был поднят, но гимн запорожских казаков так и не прозвучал. И случился такой казус, наверное, само проведение вмешалось. Опять же таки в этом 2013 году, когда я выиграла чемпионат мира в восьмой раз в греческих лутраках, я стояла на высшей ступеньке пьедестала, поднимала флаг Украины, и вдруг вместо гимна Украины зазвучал марш запорожских казаков. Вы знаете, насколько это было волнительно? Но где-то минут через секунд, через 15, все стихло, и они долго не могли, очевидно, найти запись гимна. И вот в этот момент в зале царела тишина, вот какое-то волнение такое было. И президент областной федерации гиревого спорта Украины, судья Международной Федерации, Шаповал Валерий Дмитриевич, спел гимн Украины акапелла. Это было что-то, ну это было потрясающе. Так мало того, мы в этом же 2013 году еще с дочерью переехали в украинских веночках. Мы сорвали немножко, на немножко так, церемонию награждения, потому что всем захотелось сфотографироваться с чемпионками, со спортсменками в украинских венках. Венки у нас были очень красивые. Вы не делите, скажем, спорт, общественную работу, то, что вы общаетесь с людьми. Вообще, что для вас в жизни означает вот спорт и общественная работа? Они примерно равноценны для вас? Конечно. В общественной работе, ну что, вот в этом году, я обратила внимание на то, что было награждение журналистов, но нигде не было указано, что награждают спортивных журналистов. Я немножко покопалась в интернете и заметила, что 2 июля 1924 года была создана Международная ассоциация спортивных журналистов. И этот день был признан Днем спортивной журналистики. И мне пришла в голову идея создать региональную премию для спортивных журналистов. Я посоветовалась с гуру наших спортивных журналистов Аркадием Борисовичем Капелевичем. Идея понравилась. Я со своей идеей обратилась в «Запорожский вектор». Они передали саму идею меценату Александру Богуслаеву. Он принял эту идею и профинансировал ее. Поэтому 10 июля в здании нашей областной библиотеки прошел открытый стол, который назывался «Запорожский вектор спортивной журналистики». И вот на этом круглом столе мы вручали премии лауреатам. Первая номинация – это был «Высокий старт». Это было для тех журналистов, которые работают в сфере спортивной журналистики до 5 лет. Молодые. И здесь стала у нас победительница Екатерина Азарова из газеты «Гражданин информ». Вторая премия – это была премия для тех журналистов, которые работают в этой сфере от 5 до 20 лет. И она называлась «Забивной форвард спортивной журналистики». Здесь поделили эту номинацию двое участников, потому что жюри выбрало именно двоих. Это был Юрий Харченко из нашей Запорожской Сечи и Артем Быков из Бердянской Пиденезари. Ну и третью премию там уж не было равных Владимиру Владимировичу Вардидзеву. Это была премия «Мэтр спортивной журналистики». Соответственно, и денежные призы были, и красивые дипломы мы сделали, очень красивые. И денежные призы тоже распределились в первой номинации. Для молодых журналистов это полторы тысячи гривен. Во второй номинации это две тысячи гривен, но так как разделили два участника, они получили по тысяче гривен. И «Мэтр спортивной журналистики» для людей, которые работают более 20 лет, отдали уже этой профессии. Премия была в две с половиной тысячи. Говорят, вот журналистика, да, четвертая власть. А для спортсменов, видимо, вот именно спортивные журналистики, спортивные журналисты являются тем связующим звеном между общественностью и самим спортсменом, как я понимаю. Дело в том, что спортсменов называют звездами. Да, они зажигают, но сиять им помогают именно журналисты. Большая вам отдельная благодарность за то, что вы помните о других профессиях, потому что обычно спортсмены варятся, так сказать, в своем котле, то есть занимаются своим делом. Вы, в свою очередь, вот уделяете внимание совершенно каким-то другим вещам. В октябре, буквально это можно сказать недавно, вы были в Соединенных Штатах Америки, были соревнования. И вот, что удивительно, прочла, что там вы тоже отличились, так сказать. У меня вопрос будет просто не о том, о наградах, понятное дело, везде завоевываете все лучше и чего вам в дальнейшем желаем, но тем не менее. Как диаспора украинская, то есть американские украинцы относятся ко всему, что сегодня происходит в стране? Ну невозможно же об этом не спросить, правда? За где-то месяца за два до поездки в Соединенные Штаты я связалась с украинской диаспорой. И уже в течение где-то двух-трех недель после нашей связи я уже знала, что разосланы даже приглашения на чемпионат мира. А связалась я почему? Просто хотелось доказать всему миру, что едина не только Украина, но и украинцы всей планеты, они тоже едины. За месяц до выезда я обратилась к нашему мэру, не то чтобы к самому мэру, а к его помощнику, потому что ехать на соревнования, встречаться с диаспорой, это предполагает какие-то привезти подарки. Вы вообще представляете город по сути? Конечно, да. То есть предполагалось привезти подарки. Но где их взять? Я решила, что это можно поговорить с мэром и привезти флаг, какие-то книги. То есть вот такие вот сувениры. Пускай они небольшие, но они останутся в памяти, они останутся подаренные, привезенные с Украины в такую далекую страну. Когда я позвонила, меня по телефону приняли вроде бы так и неплохо, хорошо отозвались, идея понравилась, сказали, что нам перезвонят. Ну, прошел месяц и уже за три дня до отъезда представитель Федерации гиревого спорта нашего областного позвонил опять-таки в мэрию, но трубку поднял уже другой человек. Это был, если не изменяет память, Рощин отвечал, который отвечал уже в крайне раздраженном, чувствовалось нотки раздражения и сказал, что это не делается вот так вот с бухты барахты. Вы должны были обратиться в спортивный кабинет заблаговременно, а здесь отдел по приему граждан. Ну, для меня это было как-то непонятно. Неужели я не гражданин города Запорожья? Хотя, может быть, он формально и прав. Но, тем не менее, может быть, они не знали моего характера и с пустыми руками я не поехала. Я из своего скромненького бюджета все-таки выделила деньги, купила флаг, купила книгу «Запорожья и запорожцы», то есть была не с пустыми руками. И нас финансировали на эти соревнования, и я хочу сказать огромное спасибо. Очень большие деньги были задействованы в эту поездку. И я хочу поблагодарить Ростислава Игоревича Шурму и всех запорожцев за то, что они предоставили нам такую вот возможность побывать на этих соревнованиях. Ростислав Игоревич Шурма пошел навстречу нам и передал, кстати, для украинской диаспоры 10 пакетов с сувенирами, в которых были подкова, вышиванка и вышитый рушничок. Диаспора пришла встречать нас в аэропорт. Они приехали, встречали нас с флагами, потом они пришли к нам на открытие. И, кстати, украинская диаспора была единственной диаспорой, вообще единственной, кто приехал поддерживать спортсмена. Вот только украинская диаспора была. И это было настолько трогательно, это было волнительно. Даже, как говорят, руки не поднимаются, да? А здесь наоборот, руки поднимались для того, чтобы диаспора пришла не просто так. Что вот мы их порадовали, что мы действительно сильнейшие. И вот когда закончились соревнования, диаспора привезла нас в украинскую хатку. Эта хатка у них находится в парке Бальбаа. Там практически хатки многих стран. И Италии, и Швеции, и Франции, и США, и Украины. Многие. Здесь, в украинской хатке, мы передали сувениры Запорожь-стали. А также я вручила флаг города Запорожья. Кстати, это флаг первый, который появился в украинской хатке. Им очень понравился лозунг, который был у нас на куртках с Викторией. Лозунг «Запорожь-стали». Сталовый характер, украинская душа. Они просили и флаг оставить, но мы, как говорят, талисман не оставляем. Флаг «Запорожь-стали» остался таки с нами. Прозвучало имя Виктория. Я думаю, наши телезрители сейчас немного заинтригованы. Но большинство из тех, кто в спорте, в теме, знают, что Виктория, ваша дочь, ведет по вашим стопам практически. Это для вас гордость. Я понимаю, что для мамы гордость. Но она сама пришла к такому решению стать такой спортсменкой? Или это как-то мама подтолкнула? Нет, это ее решение. Она в 2003 году пришла в гиревой спорт. И пришла, я хотела бы сказать, она не то, чтобы пришла, она ворвалась в него. Потому что если девочка пришла, не помню, июль-август, месяц летом с нуля, то в декабре она уже сделала 114 подъема в 16-килограммовой гире. А было ей тогда 15 лет. А в 2005 году она становится чемпионкой мира. Вытеснив россиянок, сильнейших россиянок. Во сколько лет дочь стала чемпионкой мира? Чемпионкой Украины она была много раз. Но вот чемпионкой мира среди взрослых она не была еще ни разу. Зато она чемпионка и рекордсменка мира среди юношей и девушек до 18 лет и среди юниоров. А вы во сколько стали чемпионкой мира? Я чемпионкой мира стала в 41 год. Ну можно сказать, что у вас вот такая женская идет династия, которая постепенно, с годами бьет все рекорды. Я надеюсь, внучка не станет буквально в 5-6 лет чемпионкой, пока рано, думаете? Возможно. Все может быть, да? Все может быть. Дело в том, что в Международной конфедерации мастеров гиревого спорта нет возрастного ценза. Там выступают дети от 2,5 лет до людей с 90-летним возрастом. В 2014 вы уже говорили, что стал особенным годом еще в одном плане, что вы стали одной из тех женщин, украинок, спортсменок, которые стали рекордсменкой Гиннесса. Что для вас эта награда? Это было тяжело или наоборот это было почетно? Во-первых, возвращаясь с французского Леона, я была не в очень хорошем настроении, потому что я потерпела поражение. Я стала всего лишь второй. И поражение потерпела не столько от физической своей невозможности, сколько от технической. Дело в том, что на соревнованиях бывает такое, что не срабатывают счетчики, которые фиксируют наши результаты. И вот судья не обратил внимания на то, что не срабатывает счетчик, он обращает внимание на то, как работает спортсмен. А вот кнопочка не сработала. И я отставала, получается, по несработанному табло на 4 очка. И, казалось бы, уже нет мотивации, хотя я и догнала очень многое. И уже мотивация пропадает, бороться не за что. И я оставляю несколько, наверное, пару секунд у меня еще есть для толчка, но я не пользуюсь этим, ставлю гирю на помост. И в момент просмотра видеозаписи мы с судьями уже видим, что незасчитана 3 балла. Вот они, 3 балла. И я проигрываю датчанке Мии Олсен, которая на 26 лет моложе меня и на 46 килограмм тяжелее. Я проигрываю ей 1 очко. Ну, то, что сделано, то сделано. Как говорится, поезд ушел. И, возвратившись домой, я вернулась, это было 12 июня. А 14 июня, ровно через 2 дня, раздается звонок от вице-президента Международной конфедерации мастеров гиревого спорта Анатолия Николаевича Ежова с предложением побить рекорд Анны Ливандовской, установить новый рекорд Гиннеса. Я соглашаюсь, дважды меня упрашивать не пришлось, поэтому мне хотелось реабилитироваться. И я беру дни за свой счет в общественной организации «Запорожский вектор», где я работала, и уезжаю, как говорят, инкогнито, никому ни слова не сказав, куда я еду. Почему? Потому что рекорд Гиннеса предполагал работу с гирей, это рывок, в течение часа нужно было поднимать 10-килограммовую гирю с переменным перехватом. То есть боялись просто сглазить, кому-то сказать, чтобы не перестараться потом? Дело в том, что в полумарафонах я часто, довольно-таки часто, не нравится работать долгое время с гирей. А вот работать час я никогда не работала, и для меня это было сложно. Я вот вам говорила о том, что очень сложно бороться с самой собой. А здесь нужно было стоять час, и здесь нужно перебороть не 10 минут, а перебороть 60 минут. И это очень тяжело, поэтому я рискнула и поехала. И вот 20-го я приезжаю в Архангельск, а 21-го я выхожу на помост. Был установлен рекорд, и если Александр Усик, когда он стал чемпионом мира, он танцевал гопак, то я на пересечении рекорда полячки Анны Ливандовской, я сделала оборот вокруг своей оси с поднятой гирей над головой. И продолжила дальше. У меня было еще целых 5 минут, поэтому ее рекорд составлял 1305 подъемов. Я за 60 регламентированных мне минут сделала 1434 подъема, что на 129 подъемов больше. То есть на тонну 290 кг превысил мой рекорд, рекорд Анны Ливандовской. Ну после установления рекорда устали, расслаблялись как-то, или наоборот было приподнято настроение, не почувствовали этой усталости физической. Вы знаете, ее, наверное, просто не было какой-то, вот ее действительно не чувствуешь. Такое ощущение, когда ты установил рекорд, ты сделал, казалось бы, невозможное, невозможное. У тебя как будто крылья вырастают. А крыленные запорожанки делают какие-то спецэффекты, наверное, по всей Украине. Что скажете вообще о спортсменах украинских во всем мире? Сейчас мы зазвучали по-новому, считаете, или наоборот сейчас какое-то идет затище? Я бы сказала, что этот год не привнес ничего хорошего. И мы намного меньше увидели спортсменов. Тем более, что многие спортсмены уходят с яркими именами. Если взять того же опять Александра Усика и Василия Ломаченко, боксеров, их газета «День» вообще уличила в недостаточности патриотизма. А я хочу сказать, что наш спорт теряет. И очень много теряет. У нас уходят спортсмены за рубеж. Наши спортсмены уезжают за рубеж. И мы не можем много показать хороших результатов. Опять-таки, почему мы не можем показать, потому что нет финансирования. Потому что наше министерство, будем говорить... Давайте о хорошем в конце. Чего бы пожелали всем телезрителям, всем, кто занимается спортом, или после просмотра нашего интервью заинтересуется гиревым спортом, решит, что это тот вид спорта, который может оселить, даже несмотря на то, что молодая совсем девушка, женщина, да, посмотрит и подумает, я, наверное, справлюсь. В нашем городе, мне кажется, не хватает улыбок. Улыбок у людей пожилого возраста. У нас не хватает спокойствия в глазах молодых мам. У нас не хватает уверенности в завтрашнем дне у молодых отцов. В эти новогодние дни я хочу пожелать всем зрителям телеканала МТМ мотивации и творческого мышления, и всегда оставаться на самой высокой точке. Как думаете, запорожцы победители по жизни? Судя по нашим спортсменам, наверное, да. Любовь Александровна, мы, в свою очередь, желаем вам в Новом году новых огромных побед, рекордов. Только золотых медалей, которыми украсите в следующем году следующую новогоднюю елку. Всего самого хорошего, чтобы исполнить все, чего вы сами себе пожелаете. Спасибо. Всем напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня говорили с запорожской спортсменкой, чемпионкой мира по гиревому спорту, заслуженным мастером спорта Украины Любовью Черепахой. Субтитры подогнал «Симон»